Здравствуйте, в студии Олеся Акинфеева и мы в прямом эфире на телеканале ОТВ Серпухов. Что такое умная платежка и как пользоваться личным кабинетом для оплаты коммунальных услуг. Все разъяснения сегодня нам даст начальник территориального управления Серпухов МОСОБЛ ЕФЦ Дмитрий Акимушкин. А все вопросы ему можно задавать по телефону 849-67-12-4444. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте, мы вас приветствуем в эфире. Добрый вечер, я тоже рад опять быть с вами в эфире и иметь возможность рассказать и ответить на вопросы жителей. Дмитрий Вячеславович, вот для жителей Московской области разработали онлайн-сервис «Умная платежка». Только мы научили, значит, пользоваться единым личным кабинетом и вдруг опять новшество. В чем отличие вот все-таки единого кабинета личного и нового сервиса? Ну, прежде чем я расскажу про новшество, я хотел бы напомнить о обычных наших действиях, которые мы осуществляем, получив квитанцию. Давайте. Я хотел бы напомнить жителям, что октябрь это последний месяц, когда пришла квитанция без отопления, без услуги, которая достаточно большую сумму занимает в квитанции, в денежном эквиваленте. Начался отопительный сезон и в квитанции предъявляется эта сумма. Поэтому, кто не заплатил долги, платите сейчас, пожалуйста. Дальше отопление будет предъявляться. Пользуйтесь и оплачивайте. Но к теме задолженности мы еще с вами, конечно, обратимся. Давайте все-таки к заявленной. Умная платежка. Да, значит, что такое умная платежка? Умная платежка – это целая концепция, которая… А, Дмитрий Вячеславович, можно я вас на секунду прерву буквально на минутку? У нас, оказывается, есть первый уже звоночек. Давайте мы послушаем вопрос и продолжим. Здравствуйте. Давайте вы отойдете только от телевизора подальше и будете с нами общаться. Не слышно. По мне? Да, я вам говорю. Здравствуйте. Давайте вы отойдете только от телевизора подальше. А то мы себя слушаем, а не вас. Хорошо. Как вас зовут? И задавайте вопрос. Ольга Владимировна. Так, Ольга Владимировна. Так, вопрос. У меня два вопроса. Давайте. Первый. В периодической печати пишут, что скоро будут ставить умные электрические счетчики, которые будут сами передавать показания. Так, а второй вопрос? Нет, вопрос. А кто будет за установку этих счетчиков платить? Ну, сейчас уже... Давайте сразу, да, второй вопрос. Второй группы. У меня есть соцработник, который меня выручает и приносит, в общем, приносит показания в оба, в обае, в обае, в обае. Хорошо. У меня нет устройств для выхода в интернет. Под телефону бесплатному, чтобы передать показания, дозвониться вообще невозможно. Под телефоном МОСЛУБАИЦ, если дозваниваешься, тебе говорят, ждите минут 10, а за это платить надо. Пенсия очень маленькая. А таких, как я, в городе сколько угодно. Сейчас объявят карантин. И не будут вообще иметь возможность, пенсионеры, иметь возможность принести показания в МОСЛУБАИЦ, потому что им запретят выходить из дома. Что делать при таких обстоятельствах? Ольга Владимировна, спасибо за вопросы. Понятные, да, вопросы? Да, просто понятные. Дмитрий Ричард, давайте начнем с первого тогда, по умным счетчикам. Ну, независимо, сам счетчик снимает показания электрические или их надо списывать. С первого июля приборы учета меняет МОСЛУБАИЦ. Если это многоквартирный дом, то МОСЛУБАИЦ. Если это частный сектор, то ресурсные организации, которые на территории присутствуют, те организации, которые выдавали разрешение на подключение, все жители... Ну, то есть не получатель услуг. Не получатель услуг. То есть житель смотрит, чтобы его счетчик был в порядке, чтобы его там не поломали, потому как он заинтересован, чтобы по этим показаниям, по этому счетчику ему оказывали услугу, начисляли именно потребленную электроэнергию. И если будут умные счетчики, которые будут сами списывать показания, такие уже во многоквартирных домах стоят, система ОСКУИ, так называемая, то есть вот путем нажатия клавиш на компьютер происходит считывание приборов учета одновременно и квартирных приборов учета. Это вообще прям удобство какое-то. Ну, допустим, в городе Пущино там очень много домов изначально были приборены и подключены к этой системе, и жители не снимают показания, потому что за них это делает автоматика. Поэтому сейчас, когда сдают новые дома, там уже провода проложены, подключены к счетчикам, и система эта изначально присутствует. Поэтому житель за установку таких приборов учета по электроэнергии платить не будет. Так, с этим разобрались. По поводу передачи показаний. По поводу передачи показаний. Во-первых, мы уже организовали, помимо возможности передачи показаний через электронные сервисы, через платежных агентов. Если жители оплачивают в Сбербанке или оплачивают на почте, то им достаточно в квитанцию, вот ваш квитанция обыкновенная, вы в верхней графе заносите ваши показания, записываете, не отрываете этот корешочек, и либо сами идете на почту, либо вам в этом кто-то помогает, если на почте оплачиваете. Идете на почту, отдаете эту квитанцию девушке, которая там сидит, работнику, она берет деньги, их потом перечисляет нам и поставщикам услуг, и через свои системы нам передают показания приборов учета. То есть беспокоиться не стоит? Не будет никаких проблем с передачей? С передачей не будет никаких проблем, да. Если вдруг необходимо принести этот корешок, есть возможность, пусть передадут, перенесут нам. Либо на рецепшене оставляют, либо есть у нас ящики почтовые, там опускаются эти корешки, и мы регулярно их оттуда достаем и заносим в систему. Единственное, что есть нюанс, что если электроэнергия присутствует, как услуга квитанции, то МОЗ «Энергосбыт» показания, переданные до 15-го числа, к расчетам не берет. Я уже об этом много раз рассказывал, еще раз выточняю. То есть здесь можно просто помнить по крайней дате. Надо просто снимать показания числа 15-го, заносить их либо в квитанцию, либо передавать через какие-то другие ресурсы. Ну понятно, главное вовремя успевать. Главное вовремя, да. То есть надо их передать, и тогда мы сможем начислить именно по тем показаниям, которые были переданы. Не страшно, если один месяц показания не получилось передать. Передайте их на следующий месяц, и мы, безусловно, сделаем перерасчет. И никакой путаницы не будет? Нет, будет начисляться среднемесячное начисление. Оно похоже на то, что вы потребляли там позапрошлым, в прошлом месяце это среднее. И когда в следующем месяце передадите показания, то мы их примем к расчету с учетом начисленного среднего показания за прошлый месяц. Все, понятно. Дмитрий Вячеславович, есть еще один звонок от телезрителей. До умной платежки не дойдем. Да, но это хорошо. Значит, тема очень актуальная. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Мой электрический счетчик закончил свою службу, что указано в платежке в июне месяце. То есть сейчас, ну так как, значит, в связи с пандемией, менять заявление писать, сказали, не надо до 1 января. И сказали, придете где-то в октябре, напишите заявление, и все будет в порядке. Сейчас октябрь, сейчас опять пандемия, и сейчас опять никак нельзя. Что делать, как поступать и вообще? Так, интересный вопрос. Спасибо за звонок. На самом деле, даже не обязательно идти и писать заявление. Все счетчики, которые вышли за межповерочный интервал после 1 июля, они перенесены, их срок, поверочный интервал перенесен на 1 января. То есть еще в течение... А, то есть это автоматически? Автоматически, в течение полугода, эти приборы учета будут считаться исправными, рабочими. И мы принимаем показания по этим приборам учета до 1 января следующего года. В следующем году, в течение трех месяцев, январь, февраль, март, по этим приборам учета будет считаться среднемесячное начисление. Поэтому... А как вы будете считать это среднемесячное начисление? А у нас же есть показания прибора учета в течение... Сейчас же жители передают показания по этому приборам учета. Ну, смотрите, а если вот там в январе, допустим, грубо говоря, на 1000 рублей нажгли света, а в июне уже на 200, как вы будете среднюю считать? Нет, мы же будем считать среднюю по прошлому месяцу, по прошлому году. За шесть месяцев? А за шесть месяцев, да. Но там же тоже может разниться. Ну, может разниться. Поэтому, значит, первое, померять счетчики электроэнергии будет в частном доме поставщик услуги, это ресурсная организация, в многоквартирном доме, мостэнергосбыт. Даже не обязательно писать заявление, они сейчас уже готовят графики замены приборов учета, потому что по закону обязанность заменить все эти приборы учета на них возложена в течение полугода. То есть с 1 января по 1 июля они должны заменить все приборы учета, которые вышли за межповерочный интервал, вот с 1 июля этого года. Они должны их все заменить. Ну, безусловно, если житель напишет заявление, мы это заявление передадим тому, кто обязан их менять, наверное, они как-то будут иметь в виду свои графики, как-то будут двигать, если пишут заявление. То есть будут формировать графики с учетом, наверное, заявлений? Ну, и с учетом, они уже будут сформированы графики, но еще заявление будет написано, я сейчас не могу сказать, каким образом они будут корректировать свои графики, будут ли они это делать. Но заявление нам дано распоряжение принимать. То есть лишним оно не будет? Лишним оно не будет, мы будем принимать заявление, и передавать тому поставщику услуги, который обязан по закону установить эти счетчики. Поэтому волноваться не надо, их по-любому заменят, вам эти счетчики. Все, с этим разобрались. Пока нет звонков от телезрителей, давайте все-таки перейдем к нашей умной платежке. Умная платежка. Вы разъясните, что это такое, с чем это едят, как говорится. Это целая концепция, которую продвигает Министерство ЖКХ Московской области, которая подразумевает более понятные, более ясные начисления. И Мособлгерц реализовал свой новый личный кабинет на своем сайте с учетом этой умной платежки. Это что значит? Просто новый личный кабинет имеет более широкие функции. И если либо в компьютере, либо на телефоне, загрузив этот личный кабинет, там прямо написано «умная платежка». То есть это есть приложение для смартфонов? Это есть приложение для смартфонов. Его можно скачать. Там всего 5 шагов. То есть нужно иметь последнюю квитанцию, номер лицового счета и сумма, которая предъявлена к оплате, она будет являться кодом для того, чтобы зарегистрироваться. И это вся регистрация? Нет, там нужен номер телефона и номер. Пока что в обязательном порядке необходима электронная почта. Ну, скажем, было много предложений с территории, что электронную почту сделать как необязательный, потому что не у всех есть электронная почта. А хорошие телефоны сейчас есть у пожилых людей. Им дарят там дети, внуки, и они могут уже, им могут загрузить это приложение. И умная платежка заключается в следующем. Если нажать на услугу, там выгружается содержание, текущий ремонт, отопление. Если раскрыть услугу отопления, то будет целиком написана формула, каким образом получилась сумма вот в этой платежке итоговая. Ох, еще и вся расшифровка. Расшифровка. Задолженность на начало месяца начислена, оплачена. Если есть какой-то перасчет, формула, там 2 плюс 4 минус 1 плюс 3 получается столько-то. То есть целиком формула, каким образом получилась эта платежка. Дальше есть ссылка на законодательные нормы, каким образом рассчитывается та или иная услуга. То есть там расписывается, как получилась конкретная цифра в платежке и на каких законодательных актах основано это начисление, каким образом считается. Вот почему она называется умная. Дмитрий Вячеславович, немножко приостановимся. Опять по умной платежке есть у нас телефонный звонок. Давайте послушаем вопросик. Здравствуйте. Здравствуйте, студия. Добрый вечер. Очень приятно, у вас сегодня такой злободневный вопрос, тема такая злободневная. У меня тоже по поводу электросчетчика, который прошел межпроверочный интервал. У меня счетчик с 2014 года. Я связывалась с конторой, с этой серпухов свет, но не знаю по какой причине, мне насчитывают свет в три раза больше, чем показывает счетчик, и меня заблокировали в подаче электронного вида передач. Я не могу сейчас передать через телефон, по электронке свои показания. Правомерно ли это, и что мне делать, куда мне обратиться, чтобы наконец... Потому что я тоже читала про указ президента, что 1 июля, во-первых, должны уже бесплатно менять счетчики, а до 1 января пока людей так сильно не напрягать этим вопросом. Но тем не менее, что есть, то есть. В три раза больше я получаю счет за электроэнергию. А срок поверки когда закончился? В 2014 год. К сожалению, я понимаю, что счетчик нужно менять, но... В 2014 году? Да. Ничего себе. Это вы давно должны были. Вот целых 6 лет не меняли счетчик. Мне звонили, когда было платно по 2 800, но тут началась эпидемия. Значит, и вот это... не смогла я это дело закончить. Сейчас уже узнала, что можно бесплатно, но меня в очередь не ставят, но счет поставляют в 3 раза больше. Я вот думаю... По средней начисляют. По нормативу. По нормативу начисляют. Ну, это понятно. Давайте разъясним. Да. Ну, во-первых, мы услышали, что поверка закончилась в 2014 году. 6 лет жителям начисляли по средней, потом начали начислять по нормативу. И с января месяца этого года еще и повышающий коэффициент применили. То есть жителю, в связи с тем, что он, имея обязанность до 1 июля, обязанность была у жителя менять прибор учета. Оборудовать, да. Независимо от того, где он стоял, он стоял в квартире, он стоял на личной клетке, это было обязанность законодательно менять прибор учета жителю. Если житель не поменял прибор учета, по истечению межповерочного интервала считается по средней, потом считается по нормативу. В этом году жителю до выхода постановления от 1 апреля, оно вступило в силу 6 апреля по пандемии, по изменению в 354 постановление о начислении коммунальных услуг. Мы начисляли по нормативу плюс повышающий коэффициент. С 1 апреля повышающий коэффициент исключили, но нормативное начисление будет продолжать начислять, пока не заменят прибор учета. Этот прибор учета заменят теперь бесплатно, заменят до конца года. Но до конца года нужно платить по-прежнему по нормативу. До конца года вам придут, заменят ваш прибор учета бесплатно, но до момента замены прибора учета вам будут продолжать начислять по нормативу. Это абсолютно законно, потому что вы не использовали свою обязанность, не осуществили обязанность по замене вашего прибора учета. Повышающий коэффициент сняли, сейчас не начисляют повышающий коэффициент, но нормативное начисление, которое считается количество комнат, количество проживающих, оно остается и до момента установки приборочат. Да, к сожалению, наша телезрительница упустила вот этот момент пополнения своих обязанностей. Еще есть один звоночек, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте знакомиться и задавайте ваш вопрос. Алло. Да, 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 мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос. Я живу в квартире? Алло. Да, мы вас слушаем внимательно. Говорите. Говорите, да. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня метраж. Я живу в трехкомнатной квартире. Так. Алло. Говорите, не волнуйтесь. Вы прямо вот озвучиваете вашу проблему. Добрый вечер. Я живу в трехкомнатной квартире. У меня метраж 66,2 квадрата, и каждый месяц приходит за отопление разная сумма. В чем вопрос? Почему каждый месяц разная сумма, стоимость отопления? Так, вы живете где? Метро умножается на тариф, и получается мой метраж. Адрес ваш какой, скажите, пожалуйста? В течение целого года приходят разные. Сегодня 4,500, завтра 5,200. Хорошо, мы вас услышали. Скажите, пожалуйста, ваш адрес. Где вы живете? Где вы живете, скажите. Борисовское шоссе, 48Б. Вам сейчас не начисляется отопление, потому что вы живете в городе, и у вас отопление только будут начислять в октябре. А начислять будут, значит, в вашем доме стоит прибор учета. Сейчас понятно, что оно не начисляется. Сейчас это понятно. Так. Давайте я объясню. Вопрос понятен, почему отопление каждый раз новое, разное, я объясняю. В вашем доме стоит прибор учета на отопление в подвале, в тепловом узле. И организация, которая осуществляет подачу этой услуги, это либо управляющая компания, а зачастую это бывшая теплосеть, сейчас Газпромтеплоэнерго, нам направляет список, какое количество гикокалорий потрачено по прибору за этот конкретный период. И мы, как я говорил, делим на общую площадь всех квартир, и потом помножаем пропорционально, и каждый житель участвует с долей своей квартиры в оплате прибора учета, который стоит и показал расходы на целый дом. И, естественно, чем ниже температура на улице, тем больше подают горячей воды, давление, температура. Соответственно, счетчик показывает, что больше гикокалорий потрачено на то, чтобы отопить все квартиры в этом доме. И, соответственно, каждый месяц будет разная цифра показывать прибор учета, и мы будем эту цифру распределять на всех, тогда она будет разная. Но все равно зачастую в большинстве домов, где стоит прибор учета, жители в целом платят меньше, чем бы они платили по нормативу. Это показывает практика. Это показывает практика. Есть, конечно, дома, которые экономически, как выяснилось, нецелесообразно ставить на них. То есть вы имеете в виду большие потери? Большие потери, да. Или система отопления такова, что будут обязательно перегревы, и за это жители вынуждены будут платить. Но для этого нужно дальнейшие какие-то действия, для того, чтобы дом привести к системе отопления, переделать, поставить еще какие-то дополнительные устройства, чтобы прибор учета, он же просто считает. Прибор учета, он не призван давать экономию. Он просто считает фактически начисленные гикокалории. Просто норматив, он считается средний по территории. Понятно. А здесь сколько потребили, столько и оплатили. То есть, получается, норматив – это некая средняя. Есть дома, которые потребляют больше норматива, есть дома, которые потребляют меньше норматива. И поэтому, если дом, который поставили прибор учета, он ниже норматива, то люди экономят. Если, получается, по каким-то причинам фактическое потребление в доме больше, чем норматив, то жители платят больше. К сожалению, такое встречается. Ну это понятно, зависимость такая. Дмитрий Вячеславович, еще есть один вопросик от телезрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Задавайте вопрос. Добрый вечер. Вечер добрый. Будьте добры, обратите внимание ваших сотрудников на начисление и расчет горячей воды. Например, 3 куба воды начислено 1,85 гекакалорий, то есть 520 рублей. Завышен коэффициент до 1 октября 3 куба должны умножаться на 45 коэффициент, а с 1 октября на 55. Здесь он получается коэффициент 60, в связи с чем такой завышенный коэффициент. Какой детальный вопрос. Надо, чтобы вам перезвонили, можно ручку я не взял. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот вы оставьте редактору свой телефон, пожалуйста, чтобы мы в эфир не называли. Назовите свой адрес, пожалуйста. И мы обязательно вам перезвоним и поясним. Дом 56. Еще раз. Вы уже мне что-то сказали? Давайте я запишу или адрес, или... Улица Лермонтова, дом 56. И квартира тогда уже? Квартиру скажите, пожалуйста. 57. 57, да? Все, вам. Хорошо, ну вы оставьте, пожалуйста, сейчас и номер телефона нашему редактору, который принимал звонок. Хорошо? И с вами тогда свяжутся. Потому что это такой, наверное, очень индивидуальный конкретный вопрос. Мы будем занимать эфир расчетами, вам обязательно пояснят, каким образом в вашей квитанции рассчитывается отопление. Там автоматически ставится одна и та же цифра, она зависит как бы вот только от того норматива на нагрев, который существует на территории и действует за определенный период. Хорошо. Дмитрий Вячеславович, тогда давайте вернемся к умной все-таки платежке. Что мы не успели рассказать такого важного принципиально? Ну, важное помимо того, что более детально показывается, каким образом получился расчет. Опять же, вот и можно посмотреть будет, каким образом посчитана услуга по нагреву. Там прям будет написан норматив, который применяется, и можно понять, каким образом, что на что помножается. А вот как раз все вот эти цифры в умной платежке отражаются. Вопрос бы отпал, конечно. И дополнительно есть достаточно много функций. Можно задать вопросы по той или иной тематике, большое количество тематик. И этот вопрос обратно придет ответ на этот вопрос. Можно заказать услуги, замена приборов учета, электромонтажные работы, электротехнические работы. Можно записаться на прием к руководителю. Когда эту умную платежку тестировал, сам к себе записался на прием. Как вас приняли? Старался принять на себя. Ну, я просто посмотрел, каким образом отработается. Когда ко мне обратно придет заявка на прием. Можно заказать выписки, справки дистанционно. Как раз вот из-за того, что опять у нас вторая волна пандемии, вроде как, да не живой, а видим большие цифры по заболеванию жителей. Поэтому, как не сейчас, начать активно пользоваться электронными сервисами, если такая возможность есть. Ну да, потихонечку осваивать. Поэтому полная расшифровка расчетов, ссылка на законодательство и масса дополнительных сервисов удаленных, которые можно использовать. И в том числе есть переход на госуслуги. Если жители пользуются госуслугами, то можно с помощью нашей умной платежки, с помощью личного кабинета, перейти на портал госуслуги и воспользоваться дополнительными услугами, которые житель может там получить. Ну все, с умной платежкой, надеюсь, разобрались. Есть еще один звоночек от телезрителей. Здравствуйте. Так, нет, наверное, сорвался звонок. Ну, может быть, перезвонят. В начале эфира мы с вами немножко затронули тему долгов. И хотелось бы такой вопрос вам задать. А вот сейчас в силу различных обстоятельств, кто-то остался там и без работы и так далее, люди готовы, например, оплачивать коммунальные услуги, но у них нет возможности в полном объеме это делать. Можно ли прийти в офис МОСОБЛ ЕРЦ и попросить, чтобы сделали реструктуризацию долга накопленного или нет? Можно, но с этим надо приходить к поставщикам услуг. А, вот, все-таки не к вам. Да, потому что в квитанции там 10-12 строк. Разная задолженность. Допустим, фактически, отопление, как правило, большую сумму берет на себя. Содержание текущего ремонта. То есть есть строчки, по которым житель наибольшую сумму задолжал. Поэтому, если он задолжал управляющей организации, это содержание жилого фонда, общедомовые нужные, которым жилищные услуги сверху, то нужно идти в управляющую организацию. Управляющая организация имеет возможность и, как правило, заключает соглашение о рассрочке платежей. Они заключают такое соглашение. Житель берет на себя обязательство по оплате, помимо текущего начисления, дополнительно какой-то сумме. Он оплачивает житель непосредственно управляющую организацию. Управляющая организация передает нам информацию об оплате жителям задолженности. То есть такая практика. А как это отражается в единой квитанции? То есть вам же поступают какие-то сведения, что гасится там частично? Я вот эту схему не понимаю. Схема простая. То есть платежку, единый платежный документ, житель оплачивает текущее начисление по платежке. Есть ли у него заключены договора о реструктуризации? Газпром теплоэнерго, который оказывает отопление, горячую воду поставляет. Водоканал, который холодный водоводоводведение. Содержание текущего ремонта управляющей организации. У жителя может быть заключено несколько соглашений с этими организациями напрямую. Житель платит текущее начисление по пятой колонке и по восьмой, если есть какие-то перерасчеты. Платит нам по этой квитанции. Мы распределяем деньги по текущим платежам. А задолженность по соглашению оплачивает на расчетный счет той или иной организации, с кем заключен договор. Эта организация нам предоставляет информацию, что в такой-то месяц по такому-то лицовому счету пришла оплата задолженности по этой, по этой, по этой услуге. И мы непосредственно в лицовом счете по этой услуге уменьшаем задолженность на сумму оплаты. Когда пеня начисляется, ее тоже могут либо уменьшить, либо простить, в зависимости от того, с какой скоростью житель будет оплачивать задолженность. Все ясно. Просто у нас остается буквально две минутки. Есть еще один телефонный звонок, поэтому я вас, уж простите, прервала. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте быстренько ваш вопросик, чтобы мы успели ответить. Да, я хотел бы узнать по поводу... Сейчас есть, ну, многие люди пользуются такой услугой, как автоплатеж. Вот я тоже, тоже пользуюсь. А она как бы будет дальше существовать? Или ее уберут? Или все-таки она остается? Какой вы молодец. Спасибо за звонок. Нет, ее не уберут. Она дальше будет существовать. И автоплатеж, он возможен и у нас в личном кабинете. Можно оформить автоплатеж, поставить галочку и будет автоплатеж. Либо же вы пользуетесь с помощью банка. То есть Сбербанк обеспечивает автоплатеж. Приходит смс-оповещение, что такая-то сумма автоплатежа будет списана. Житель дает согласие и такая сумма списывается. То есть вот через вот этот как раз сервис «Умная платежка» это все тоже можно сделать? Он тоже реализован. Эту услугу предоставляют либо банки, либо можно воспользоваться у нас, ее оформив в личном кабинете на сайте. И буквально минутка, последний вопрос. По поводу терминалов, которые стоят в офисе. Там также можно оплатить абсолютно все услуги? Также можно оплатить абсолютно все услуги. Что для этого нужно? Прийти только с квитанцией? Желательно прийти с квитанцией, потому что в терминале нужно брать номер лицового счета. Либо достаточно помнить номер лицового счета, или написать на какую-то бумажку номер лицового счета и понимать, какую сумму вы намереваетесь заплатить. Можно заплатить равную сумме, которая пришла, можно заплатить больше. Если у жителя нет денег, заплатите даже меньше, чтобы у вас в последующем была возможность все-таки побыстрее заплатить за должность. То есть надо все равно стараться оплачивать, чтобы ее не копить, эту задолженность. Потому что чем больше накопили, тем сложнее потом будет оплачивать. И мы призываем все-таки наших телезрителей максимально по возможности пользоваться онлайн-сервисами в связи с той обстановкой, которая сейчас происходит, чтобы не болеть. Давайте так, будем беречь друг друга. Дмитрий Вячеславович, спасибо вам за сегодняшнее интервью, за то, что нашли время, приехали, ответили на вопросы наших телезрителей. Благодарим и наших телезрителей за участие в эфире. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова